Не победить украинцев, а выиграть эту войну ради них. Потому что в конечном итоге мы также будем выгодополучателями этой победы. Там, где предел прочности коллективного Запада заканчивается, у славянской цивилизации он еще не начинается. Я считаю, что именно британцы и будут той движущей силой, которая подставит своего клиента Зеленского, уберет его с поста, поменяет на Залужного и через Залужного будет вести переговоры с русскими. Вы закончите Украину в границах 1922 года, минус Харьков, плюс Западная Украина. Это означает, что ни Одесса, ни Николаева, ни Харькова в составе того, что останется от Украины, не будет. Я думаю, что это разговор не лет, это разговор месяцев. Я думаю, что в третьем-четвертом квартале 1924 года начнутся уже, как минимум, контакты группы по выработке условий и правил ведения переговоров по завершению этого противостояния. Сергей, рад приветствовать вас. Здравствуйте. Сергей, давайте поговорим о подоплюках современных конфликтов. Чаще всего, как всегда, ищем вопрос, кому выгодно. И когда находим ответ на этот вопрос, очень многое становится понятно. Самый близкий и самый больной для нас конфликт, который сейчас происходит на территории Украины, да, это проявление более больших глобальных процессов, но это проявление происходит рядом с нами, и льется славянская кровь наших родственников. И это нас не может оставлять равнодушным. Кто выигрывает, кто проигрывает, я сейчас не о линии боевого соприкосновения, там своя история, а о том, что происходит в тиши кабинетов. Этот конфликт, это конфликт цивилизации рабовладельцев, цивилизации, которая не готова стать рабами. Вот на мой взгляд, это цивилизационный конфликт, который был неизбежен, поскольку мы, не та же Римская империя, и ряд других империй, показывают, что в момент своего крайнего упадка империя входит, я вводил такой термин касательно израильского конфликта, но он здесь тоже применим, в бесконечный тупик. То есть любой вариант, который у них есть, он заведомо тупиковый. Но тупиковый вариант для империи, которая рушится, это всегда кровь. Причем на начальном этапе это кровь чужих народов с продолжением, с переходом на кровь своих. И мы это с вами еще будем наблюдать на территории райского сада Европейского Союза и даже вплоть до территории Соединенных Штатов Америки. Я не говорю о гражданских войнах. Нет, нет, нет. Я говорю о тех конфликтах, когда политический класс не готов, который вырос из лона этой цивилизации рабовладельцев, дойдет до такого тупика, когда будет убивать собственных граждан. Я, как человек, который пять лет прожил в Африке, точно узнаю чуть-чуть больше, чем остальные, что такое европейская западная коллективная цивилизация. Я видел ее результаты. Столетних, двухсотлетних, причем находясь там постоянно. Поэтому, когда мне говорят про западную цивилизацию, ничего, кроме улыбок, у меня это не вызывает, если честно. Поэтому это конфликт цивилизационный. Больше того, мне кажется, зачастую люди не всегда дают верную оценку. У нас считается политика как верх реализации чего-либо. На самом деле это всего лишь то, что мы видим. Главное, на мой взгляд, это все-таки философия. Та система идеалов и ценностей, которая лежит в основе общества. Потом экономическая теория, которая создана на базе этой философии. И только потом политика как всего лишь инструмент публичной реализации заложенной системы идеалов и ценностей, и вытекающая из нее экономическая теория. Экономическая теория коллективного Запада мы здесь обобщим, потому что, в принципе, коллективного Запада – это бесконечное порабощение или колонизация с непрекращающимся порабощением. Вот я бы так сказал. Вот что такое система. Да, но ведь вот этот бесконечный тупик, о котором вы говорили, он-то почему наступает? Потому что рано или поздно заканчиваются те, кого можно порабощать и так далее. То есть вот этот путь, он изначально тупиковый. А что потом начинается? Потом начинается самое, наверное, страшное, если мы вернемся к Украине, да, с вашего вопроса. Я много раз давал анализ именно с точки зрения социально-экономического, не военного, что последствия этого вооруженного противостояния Запада и России на территории Украины будут намного страшнее, чем само вооруженное противостояние. И зачастую люди не хотят понимать, что историческая культура в кавычках Запада, это если актив перестает быть ликвидным, его просто бросают на произвол судьбы. И это мы можем посмотреть на десятках, если на сотнях примерах. За все 500 лет, начиная от Португалии и заканчивая сегодня результатом Бреттон-Вудской конференции с Соединенными Штатами Америки и так далее. Вот мне кажется, что, вернее, даже я уверен, что многие украинцы на сегодняшний момент, будучи зажаты в определенный пропагандистский, эмоциональный фон, вот они застряли в прошлом и в настоящем. То есть они о будущем боятся думать. Они перестали быть ликвидным активом, но они боятся в этом себе признаться. По сути, ведь они платят финальную, конечную цену, цену кровью. Когда вас вынуждают ваши партнеры в трех кавычках платить своей кровью, это значит, что вы им просто для будущего неинтересны. Очень непонятно мне, как очевидные вещи для них настолько, скажем так, непонятны, что партнер, он если и идет на войну, то он идет с тобой на войну. Он не толкает тебя на войну. Давайте вспомним Великую Отечественную войну. Вы как белорусский агентство, центр партизанского движения в Советском Союзе. Тот же Корж, Парламаренко, многие другие символы. Ведь так же не было, что шли белорусы воевать и русские, а украинцы, молдаване и армяне сидели дома. Или наоборот, в райском саду, где воевали все. Это была одна нация, это была одна цивилизация, где разговор шел о их выживании. Здесь же украинцы отказываются. Они придумали, что они должны умирать. Ради чего? Ради европейских ценностей, которые нам, представителям славянской цивилизации, чужды. Так же чужды, как, допустим, вакхабизм и салафизм для еменцев. Тоже там в конфликте люди не очень разбираются. И выдают людей чуть ли не за папуасов. На самом деле, коими они не являются. Это довольно серьезные, развитые люди и так далее. Вот украинцев превратили в тех папуасов, которые, скажем так, борются за виртуальную реальность. Их вытащили из мира настоящего. Их перепрошили, их оригинальную программу, скажем так, удалили или смогли заблокировать. И в них загрузили пиратскую программу, которая большей части украинского народа чужда. Я тут буду выступать в роли адвоката простого украинца, который просто не разобрался с тем, что происходит. Почему я так говорю? Это, разумеется, не модно в определенных кругах, потому что рано или поздно это наши соседи. Мы обречены. География изменить практически невозможно. Мы будем жить. Наши дети, внуки будут общаться. И мы уже сейчас должны не искать, что нас разделяет. Мы те, кто сохранили способность к критическому мышлению, а сконцентрировать свои какие-то интеллектуальные, другой потенциал для того, чтобы готовиться выиграть войну за мир для украинцев. Не победить украинцев, а выиграть эту войну ради них. Потому что в конечном итоге мы также будем выгодополучателями этой победы. В каком возримом будущем это возможно, на ваш взгляд? То есть пока то, что мы сейчас наблюдаем, сложно говорить о борьбе за мир. Во всяком случае не видно, чтобы стороны проявляли хоть какое-то подобие желания мирно решать этот конфликт. Кого мы воспринимаем в качестве стороны? Вот давайте тут очень важно, Юрий. Кого мы воспринимаем в качестве стороны? Украину она не является стороной. Она является инструментом конфликта. Если хотите, с человеческим ресурсом этого конфликта, который кидает в топку. Если мы возьмем США-Британию как сторону конфликта, то я глубоко убежден, что британцы уже ведут переговоры, используя Украину как разменную монету для обеспечения более выгодного положения перед США. Я убежден, что какие-то контакты между Российской Федерацией и британцами уже имеют место быть. И есть косвенные доказательства того, что один из этих контактов состоялся в визит расширенной делегации Российской Федерации в Объединенные Арабские Эмираты. В результате которого была выпущена лицензия о разблокировке транзакций по корреспондентским счетам Сбербанка с 15 по 22 декабря. Что является косвенным, но почти прямым доказательством определенных контактов. Поэтому желание вот этих вот ребят, которые себя называют украинской властью, ну к ним серьезно, на них без слез не взглянешь, поскольку они находятся в таком отчаянии, что они не способны критически мыслить, пытаясь, бегают между Вашингтоном и Лондоном, пытаясь получить больше гарантии, понимая, что за все, что они натворили, их физическая жизнь равна длине их нахождения у официальных должностей, поскольку они являются, на мой взгляд, носителями такой информации, для которой они прежде всего опасны для своих же хозяев, которые их поставили. У Запада нет желания или нежелания. У Запада, у коллективного, я сейчас Европу не включаю в этот Запад, я говорю о Британии и США, их цель и задача это прийти, с наиболее сильными переговорными позициями по итогу выбора в марте в России и в ноябре в США. Они сейчас создают себе переговорные позиции. Сколько ради этого должно погибнуть украинцев? Еще 100 тысяч, полмиллиона. Ну, по сути, для них это всего лишь цифры, которые ничего для них не представляют, какого-то, скажем так, ценностного значения. Да, в этом суть рабовладельческой цивилизации. Количество рабов никак не сказывается. И убыль или прибыль сказывается только в цифрах, не более чем. Ввиду того, что эти ребята, американцы, британцы, тут очень много говорят о том, что между ними тоже не все так просто. И там тоже идет определенная борьба и соперничество. Бог себе. Для нас представим, что это какое-то единое целое. Что должно произойти? Они же участвуют в этом не за идею, не за веру, не за победу. Ну, я не знаю, не за какие-то там мифические идеалы. Там все просто. Там деньги. Пока они видят, что это выгодно, вот как Байден говорил про Украину, это выгодная инвестиция для будущего. Они в этом участвуют. Как только они поймут, что нет, я уверен, что все быстро закончится. Просто вот по щелчку фактически. Какие события такие должны произойти, чтобы все поняли, ну все, дальше им не выгодно? Первое. Это 17 марта выборы в России. И, соответственно, 4 или какое там ноября выборы в Соединенных Штатах Америки. Потому что разговор же идет не только о выборах президента. Избирается заново весь Конгресс. Он выбирается раз в два года. И треть сенаторов. Насколько мы знаем, вот буквально утром сегодня пришло подтверждение о том, что заблокировать голосование, выделение помощи Украине пришло непосредственно от Трампа для всех преданных ему конгрессменов. Да, Трамп же не раз говорил. При всем моем каком-то и у каждого, оно такое неоднозначное мнение об этом человеке. При всем при этом он абсолютно договороспособен. Чего нельзя сказать об администрации Байдена. Они не способны к договорам, поскольку раздираемы внутренними противоречиями в Белгом доме. Да, то есть мы говорим об администрации Байдена, мы предполагаем минимум 4-5 групп, которые за ней стоят. Мало того, что между ними идет постоянная борьба за влияние внутри Белого дома и за доступ к, соответственно, финансовым ресурсам. Еще происходит борьба внутри этого самого коллективного Запада и так далее. Я думаю, приход Трампа не надо расценивать как приход какого-то союзника. Но это будет приход человека, с которым можно разговаривать. Мы же с вами знаем аксиому. Как только перестают говорить дипломаты и политики, начинают говорить пушки. Как только создаются центры, которые в состоянии между собой вести диалог, неважно, хороший, плохой, конструктивный, менее конструктивный, армия должна отойти и предоставить слово тем, кто будет разговаривать. Вот на что я без ложного оптимизма говорю, не воспринимая Трампа там чуть ли как не спасение для мира. Боже упаси, Трамп это будет огромная головная боль и для Ирана, и косвенно для России, поскольку там явные союзнические отношения. Трамп это будет головной болью для Китая, а это опять же союзник как минимум ситуативный для России. И все в этом будут завязаны. Но при всем при этом там открывается окно возможностей для диалога. Что при этой администрации абсолютно, ну, мне кажется, любой здравомыслящик понимает, что с этими людьми не о чем говорить. Ну, просто не о чем. Вот что должно произойти. Должны прийти люди, способные найти в себе силы построить диалог. Долгий, тяжелый. Что такое диалог в геополитике, Юрий? Юрий, мы же с вами понимаем, это торговля. Торговля влиянием, торговля технологиями, торговля размещением вооруженных сил в том или ином. И прежде всего, этот договор о тех рынках, которые будут закреплены за той или иной сверхдержавой. Это все торговля. Да, звучит, может быть, банально и даже неинтересно, потому что не наполнено пафосом. Но по факту там торгуются. Все больше и больше мнений слышу о том, что, да, старая система, она, в общем-то, мироустройство отживает, и это видно. И, к сожалению, так нам не повезло, мы свидетели этого. И поэтому очень так жизнь полна. Где-то драматических, а где-то трагических событий. И говорят о том, что мир так или иначе, и вот сейчас идет процесс формирования, распадется на такие макрозоны экономические. Их будет всего-то несколько. Как вы видите вот такую перспективу? Где вы видите эти зоны? И как, опять же, это связано с тем, что происходит сейчас? Вот эти все столкновения, в том числе вооруженные. Своё расширенное видение я как раз сейчас пишу книгу. Моя теория мультирегионального устройства мира уже готова. Страны там делятся на несколько категорий. Это страна-центр, страна-союзники, страна-зомби. Я не использую термин «макроэкономические зоны», потому что считаю, что экономика не обладает достаточной силой для того, чтобы связать между собой народы целые и культуры. Я все-таки считаю, что мы входим в неоимпериалистическую эпоху, где страна-центр или митрополия будет центром империй. Империи без вот этих вот символичных, скажем так, рукоположений на царство. А империи в плане имперской ответственности за всё, что происходит в рамках этой империи. По сути, нам навязывал Запад, что всё, что было в нашей истории, это плохо. Что раз мы были в прошлом империи, значит, это плохо. Причём сами они являются де-факто империей. Причём империей мировой являлись до недавнего времени. Да, эти империи, они будут очень важны на определённом этапе времени. Это у нас точно будет Аукус, это у нас будет империя с центром в России, славянская цивилизация, это будет китайская цивилизация, Пекин. Под большим вопросом Индия на рендером моде пока. Ну, для меня непонятно, на что он рассчитывает, заигрывает то с США, то с Британией. То ещё с кем-то пока я вижу мало наполняемости суверенитета. То есть личной ответственности. Он всё ищет, с кем бы эту ответственность разделить. Кто бы ему помог. Но я думаю, что забывают они своё прошлое под Британской империей. И однозначно, что Лондон сейчас ведёт эту большую игру для того, чтобы получить свою мини-империю, для того, чтобы опять не стать вторым номером, как по результатам Британ-Вудской конференции. Ротшильды хотят реванша и не скрывают этого. И не скрывают этого. Но я думаю, что у них есть все шансы для этого. Как это всё будет? На начальном этапе империи будут заниматься перезагрузкой. Потому что это будет другой мир. Огромная работа должна быть. Нужен или полностью переформатирование Организации Объединённых Наций, или нужно создание другого органа, где эти сверхдержавы империи смогут вести разговор о мироустройстве, о его создании – раз, о выработке системы его функционирования – два, и, разумеется, система сдержек и противовесов для недопущения исчезновения человеческой цивилизации в целом. Огромная работа. И уже дальше пойдёт. Система финансовых взаимоотношений, влияния на рынки, кто какая. Поэтому я и говорю, что Китай – это всё-таки ситуативный союзник России, потому что как только они будут призваны в качестве двух империй, между ними начнётся и конкуренция. Огромная конкуренция. Чего только стоит та же Центральная Азия. Да, Казахстан, Таджикистан, Азбекистан, Киргизстан, Туркменистан – это всё-таки очень вкусный регион, который к Китаю имеет весьма посредственное отношение, потому что мы забываем о различиях культурных, я бы даже сказал, культурных, исторических, ментальных, самое главное, ментальных. А Россия, я так понимаю, не Южный Кавказ, не Центральную Азию отдавать никому не собирается. От слова совсем. Поэтому Китай будет действовать в своём Азиатско-Тихоокеанском регионе. У Си Цзиньпиня огромная проблема. Он обещал в обращении к нации на Новый год восстановление единства Китая, то есть материкового и Тайваня. У США также ему необходимо наладить свои связи и с Канадой, и с Австралией, углубить их и решить внутренний конфликт. Одновременно с этим глобалисты пытаются реализовать на территории Западной Европы так называемый карбоновый пропуск с ЛГБТК-повесткой и социальным рейтингом. А глобалисты в Северной Америке пытаются реализовать у нас ЛГБТК-раз с переходом к безусловному базовому доходу. Вот это вот концепция безусловного базового дохода, когда люди превращаются в овощи, вне зависимости от твоего образования, рода деятельности, компетентности и так далее. Каждый месяц ты получаешь свой чек, главное, и величина этого чека будет зависеть от твоей лояльности правящему классу. Об этом у нас говорят почему-то очень мало, хотя на самом деле они находятся в полной реализации этого всего. И мне кажется, это сделает АУКУС очень неконкурентоспособным регионом, поскольку они пытаются уничтожить, они выбрали не развитие человеческого потенциала, а превращение его в безмолвную, согласную на всю массу. А на мой взгляд, славянская цивилизация самая конкурентоспособная, Юрий, по одной простой причине. Если у либерального мира люди – это человеческий капитал, то у нас, казалось бы, всего одно слово. Это человеческий потенциал. И вот это самое главное наше различие от них. Поэтому они никогда не смогут нас победить, они никогда не смогут нас поработить и не смогут нас подчинить. Потому что мы, по сути, другие. И когда начинался этот конфликт на Украине, я давал одно интервью, и меня спросили, вы понимаете, что Россия обречена? Я заулыбался. Меня спросили, почему вы улыбаетесь? Я говорю, да очень просто. Там, где предел прочности коллективного Запада заканчивается, у славянской цивилизации он еще не начинается. Вы просто этого не понимаете. В этом огромная проблема тех, кто является специалистами по славянскому миру на Западе. Касьянов, Каспаров, кто там, Ходорковский. Я говорю, эти люди не имеют никакого отношения к цивилизации. Они пытались ее обокрасть. Не путайте. Вора и хозяина дома – это разные вещи. Хозяин печется о том, что происходит сегодня, завтра и через год. А вор пришел, украл, уехал. В этом суть. И в этом, кстати, огромным примером является ваше государство. Причем одно из немногих, кого я могу назвать государством, а не страной. Одно из немногих. Потому что я являюсь таким добровольным пропагандистом Белоруссии. Очень часто я объясняю и раскрываю людям, что мы используем макроэкономические индексы, которые нам навязаны либеральной школой. Но если ввести вот новый макроэкономический... Ну, понимаете, я все-таки больше занимаюсь макроэкономикой. И мы пытаемся языком либералов... Ну, послушайте, 30 лет. 30 лет в наших вузах рассказывали, как должна быть устроена экономика. И рассказывали именно оттуда. И что мы хотим сейчас. Сейчас эти люди уже в большинстве случаев занимают очень серьезные посты. Я не говорю сейчас про конкретно Белоруссию, Россию, Молдову. Я имею в виду вообще все наше бывшее постсоветское пространство. И с ними вместе, значит, сложно. И им сложно. Вот тут такое все вместе. Вот если возьмем, допустим, Белоруссию, вот ввезем новый макроэкономический показатель. Допустим, не по паритету покупательной способности, а по уровню жизни людей третьего возраста. Белоруссия входит в тройку первых государств мира. Потому что средняя семья пенсионеров в Белоруссии с пенсией среднего уровня может себе за одну пенсию позволить в Минске, на секундочку, оплатить все коммунальные услуги, плюс телефон, интернет и так далее за год. Если мы возьмем это в качестве одного из макроэкономических показателей, то мы с вами удивимся, потому что так называемые развитые страны и близко по этому показателю к белорусским пенсионерам приблизиться не могут. Вот вам простой обычный пример. Ну и мы возьмем средний возраст жизни в Белоруссии соответствует уровню жизни самых развитых стран. У вас для мужчин средняя продолжительность жизни 69, для женщин 79, общий по палате 74,5 года. Это на самом деле очень высокий уровень жизни, выше, чем на многих прибалтийских государствах, по-моему, только Литва, по-моему, выше, чем Белоруссия. Все остальные ниже. Но об этом никто не говорит. Все привыкли говорить вот какими-то пропагандистскими нарративами. О том, что Белоруссия сохранила... Белоруссия вообще, на мой взгляд, это такой очень хороший пример реализации третьего закона диалектики Гегеля отрицания-отрицания, когда развитие происходит не за счет отрицания всего, что было в прошлом, а берется в будущее все лучшее, что было в прошлом, попытка его трансформировать и интегрировать в будущий процесс. Да, разумеется, это происходит очень сложно. Да, разумеется, мы, славянская цивилизация, имеем одну системную проблему. Это отсутствие эффективной системы управления. Она свойственна всем. И белорусам, и русским. Кому угодно. И России, и Белоруссии, и так далее. Но важно, знаете, как говорят, 50% решения проблемы – это ее признание. Вот нужно признать, что у нас действительно есть проблема. Это создание эффективной системы управления. То, что нам пытались навязать со стороны Запада корпоративную систему управления, она нам чужда. Так это не работает же. Не работает. Причем не работает ни на каком уровне. Ни на уровне маленькой компании, где 5-10 человек работают. Это ни на уровне большого предприятия, ни, не уж говоря, там повыше. Не работает. Вот этим должны заниматься серьезные люди, которые готовы посвятить этому жизнь. Мне кажется, что есть огромные проблемы. Сейчас Россия где-то шатковалка пытается это сделать. В Белоруссии пока не вижу, но я думаю, что в следующем году это начнется. И может быть даже в этом. Это создание центров. Создание центров стратегических, которые будут вырабатывать не просто какие-то утопические теории, а будут разрабатывать теории, которые можно и нужно незамедлительно применять на практике. Тем более с открывающимися перспективами африканского рынка, латиноамериканского рынка и так далее. Это уже требует огромного переформатирования всего. Так как мы жили 30 лет, оно не сможет. Иначе просто это будет, несмотря на огромные перспективы и возможности, которые открываются, если вовремя не наладить систему эффективного управления происходящими процессами, которые требуют ежедневной корректировки, исходя из огромных территорий, разницы менталитетов, подходов и так далее. Эти возможности будут упущены, в принципе. А мы знаем, что упущенные возможности это всегда чревато большими последствиями. Не сиюминутно, но в будущем это скажется. Знаете, если наша поговорка, она же, опять же, славянская, святое место пусто не бывает. Если тебе дали возможность, и ты ее упустил туда, обязательно придет кто-то другой. И это будет вдвойне обидно. Потому что каждый новый рынок, который захватывает та или иная империя, это же захват двух рынков сразу. Первое – это рынок, где ты. И второе – это рынок, который не могут использовать свои противники для усиления своего роли, влияния в мире и так далее. Ну, в общем, если подытожить, то остается США вместе с AUKUS, Россия и же с ними, Китай, тут не знаю даже с кем, но он и сам по себе, в общем-то, Китай. И Британия, которая сейчас, собственно, выгрызает свое место под солнцем. Индия, пока мы не очень понимаем, куда она, собственно, планирует и как развиваться. О Молдове. Послушайте, вот такие новости, особенно в последнее время, на ключевые государственные посты назначаются иностранные граждане. Что вы об этом думаете? Знаете, есть, поскольку я не задействован в никаких политических процессах, я сохраняю свою объективность, в колонии. Ну, что тут об этом думать? Давайте называть вещи свои... Ну, почему я так спрашиваю? Потому что Молдова для нас, вот здесь, да, это близкая для нас страна. Ну, простите, я студентом был в стройотряде в Молдове, например, да? Я думаю, что многих, ну, у каждого что-то связывается. У меня, например, вот такие воспоминания. Ассоциации. Да, приятные абсолютно, потому что это было студенчество и молодость. Мы все знаем молдавские фрукты, мы все знаем там молдавские вина, кто любит. Но и вот как-то вот мы смотрим, что происходит. Я буду очень краток, чтобы люди смогли с двух предложений составить картину. Первое. Назначение иностранных граждан на государственные посты с доступом к секретной информации говорит об одном. Государство Молдова де-факто не существует. Есть страна, территория. Это раз. Которые находятся в качестве колонии на сегодняшний момент Великобритании. Что бы кто ни говорил. Это раз. Второе. Назначение на важнейшие государственные посты и должности иностранных граждан говорит о том, что действующая колониальная группировка, которая выполняет задания метрополии, не находит достаточной поддержки внутри собственного общества и народа, которая не согласна с тем, что она делает, поэтому вынуждена привлекать специалистов, которые будут помогать держать в подчинении папуасов из метрополии. Вот вам два тезиса. Все остальное, мне кажется, будет литьем воды. Все очень просто. На самом деле, молдаване начинают понимать, что европейская интеграция привела к одному, что за 33 года мы прошли страничнейший процесс деградации от развитой индустриальной сельскохозяйственной республики до самой отсталой в индустриальном технологическом научном развитии страны европейского континента, потому что географически мы все-таки на европейском континенте. Плюс к этому мы потеряли почти половину своего населения. Когда меня спрашивают, дайте, пожалуйста, оценку 33-м годам независимости республики Малдавы, даю. Это 33 года прямых доказательств неспособности построения суверенного независимого государства. Все просто. Но ведь были же очень-то и хорошие времена, но мы их помним, в этом вот, в этих 33-х годах. У нас был один шанс. Когда-то была согласована федерализация Молдовы и объединение с Приднестровьем, что являлось экзистенциальным вопросом для продолжения существования и развития республики Молдова как государства. Мы этот шанс упустили. Все остальное, вне зависимости от того, какие новости, Юрий, к вам доходят, не было ни одного президента в Молдове, который бы не бегал за инструкциями в посольство США и Великобритании. Ни одного, пожалуйста, запомните, как бы и что бы вам не рассказывали. Бегали за инструкцией. Помните, когда-то, мы же с вами заканчивали советскую школу, в понедельник начинался с политинформации в 7.45, все должны были сидеть, вырезки с газет, ну и мы обсуждали основные события. Но я это прошел, я это помню. Да, соответственно, вот они точно так же, все без исключения президенты Молдовы бегают на политинформацию в понедельник в позвольство. Только вырезки они не приносят с собой, а вырезки с инструкцией они им дают и давали, и будут давать. Это наша главная проблема. А почему в Молдову, на ваш взгляд, вот вы говорите, британцы там рулят абсолютно, почему именно они решили вот там застолбиться, что ли, не знаю, как правильно вы сказали. мы же идем в качестве, скажем так, в советское время было, у нас был такой дефицит хороших, хороших книг, если помните, поэтому ввели такое, ты покупал там, допустим, серию там, Дюма, и тебе давали в нагрузку какие-то кулинарные рецепты. Вот Молдова, это нагрузка к Украине, по сути. Во-первых, Молдову используют для транспортировки разного вида номенклатуры изделий, плюс энергоносители, да, дизель, бензин и так далее, плюс используются для сухопутного перемещения практически и директор МИШЕС Ричард Мур и ряд других официальных лиц, у них же две дороги, либо Польша-Украина, либо Молдова-Украина, они приземляются дальше. Напоминаю, что в принципе у нас находятся полностью все высшие руководители Молдовы, включая даже до депутатов парламента, все выучились, либо выходцы из фонда Сороса, либо все выходцы из Гарварда, Фоксфордов и так далее, где, соответственно, их уже перепрошили, они уже сюда приехали в качестве представителей хозяев, они к своему собственному народу не имеют никакого отношения. Поэтому, разумеется, американцы очень плохо США возьмем. Интеллектуальная деградация Белого дома налицо. Мы же с вами видим рекварации Блинкина, и того же Салливана. Не надо им давать больше, чем они стоят. Они запутались. А вот британцы, на мой взгляд, со своими имперским интеллектом и самой эффективной системой управления, они конкурентоспособны, с минимальными ресурсами, достигают максимальных результатов. Надо отдать им в это должное. Я могу считать их за своих противников, но это не лишает меня возможности объективно давать оценку. Британцы серьезные мировые игроки, несмотря на маленький размер этого острова и совсем малый запас каких-то минеральных ресурсов, природных и так далее, вот они своим имперским интеллектом, который они сохранили, они в принципе достигают космических результатов геополитики. Это нужно отдать им должное. И причем исторически у британцев никогда не было проблем общения с Российской империей. У британской империи. Они всегда, когда было надо, договаривались. При этом уже несколько столетий это просто постоянное соперничество. Если не сказать больше, то есть государства не считают себя друзьями. Давайте так я мягко очень выражусь. Возможность говорить это не означает быть союзниками. Это означает уметь вовремя остановиться, договориться и дальше начать конкурировать. По сути британцы в этом плане молодцы. Я понимаю, что нам неприятно об этом говорить. Я когда вижу, что творит Ричард Мур, директор Мишельс, этому человеку должны в Лондоне поставить памятник. Потому что посмотрите, одновременно что он делает. Он и Эрдогана держит под колпаком, и Польшу держит под колпаком, и Зеленского смог перетянуть из-под влияния Белого дома под Даунинг стрит и так далее, под Мишельс. На самом деле это гениально то, что они творят. Ну просто гениально. Причем я считаю, что именно британцы и будут той движущей силой, которая подставит своего клиента Зеленского, уберет его с поста, поменяет на залужного, и через залужного будет вести переговоры с русскими. А залужный нужен по одной простой вещи на Украине. Это человек, который безусловно пользуется авторитетом в вооруженных силах Украины. Безусловно. К этому можно относиться по-разному. Но поскольку будут минимум три группы людей, которые будут выступать против любых переговоров. Первое, это люди, которые потеряли своих близких, и я здесь их не осуждаю, я просто констатирую факт. Да, они потеряли своих сыновей, мужей, отцов и так далее. Но это эмоциональный фон, он ничего общего с логикой, здравым смыслом не имеет. Третье, это те люди в СУ, которые не готовы, да и в принципе не могут интегрироваться в мирную жизнь. И четвертое, это и третье группа, извините, это так называемые лорды войны, которые на этом зарабатывают огромные состояния и политическое влияние, которые будут выступать против любых переговоров, поскольку это означает конец их эпохи, придут другие. И вот тогда Валерий Залужный, который всегда сможет выставить минимум 250 тысяч преданных ему солдат, сможет купировать эти проблемы. Выступления, митинги, попытки госпереворотов и так далее, для этого нужен человек, обладающий реальной силы, у которого есть... Вы считаете, что он сменит рано или поздно Зеленского? Я думаю, что другого человека, который может вокруг себя собрать... Помните, такое было во время революции, гражданской войны, сколько у него штыков? Вот человека, который может собрать четверть миллиона штыков и выставить их для соблюдения каких-то договоренностей, я другого не знаю на Украине, может быть, вы знаете, я нет. Вот видите, мы так или иначе вернулись к началу нашего разговора, опять же, ваше видение, сколько это может продолжаться, такие косвенные признаки, ну вот, например, сейчас ЕС подписала на 4 года программу помощи на 50 миллиардов евро, я не знаю, как это поможет украинской экономике, скорее всего, никак, особенно если посмотреть на структуру этой помощи, а там почти все, это кредиты и скорее всего эти кредиты пойдут на погрешение уже процентов по кредитам, которые уже есть, в общем, там все сложно, запутано, точно понимаю, что обычным людям, вот, как вы говорили, вы адвокат, обычного украинца, и вот вашим подзащитным от этого ни холодно, ни жарко, от этого пакета помощи, но он рассчитан на 4 года, вот тут можно обратить внимание на вот этот срок, то бишь в Европе субъектность европейских политиков и вообще всего Евросоюза тоже тема отдельного разговора, но поэтому можно судить, что вот примерно на такое время они где-то там и рассчитывают, либо это ни о чем не говорит. Первое, 50 миллиардов пакет, 33 миллиарда евро это кредит и 17 миллиардов это якобы прибыль от замороженных активов Российской Федерации. Я прям хочу посмотреть на того политика, который коснется денег, который принадлежит ядерной сверхдержаде. Мне правда интересно просто посмотреть на него, потому что когда они коллективное решение принимают, да, оно как бы обезличенное, но у каждого решения есть стоит конкретная подпись, вот кто эту прибыль заберет, мне прям интересно посмотреть. Во-вторых, опять же, те же кредиты 33 миллиарда. Дело в том, что у Европейского Союза их просто нет. Вот этого наличия финансовых средств у него нет. Я напоминаю, что летом они выделяли 8 миллиардов, они дошли до абсурда, они брали кредиты в коммерческих банках. Нереально интересно посмотреть, где они возьмут вот эти плюс 33 миллиарда. Может быть, Польша откажется от 12 миллиардов евро, которые она в качестве дотационного государства получают. Или, может быть, Греция откажется, или Болгария, кто откажется в пользу Украины? Давайте посмотрим внимательно, как они реагируют на падение цен на грузоперевозки, как они блокируют границу с Украиной. Или, что касается зерновых и сельхозпродукций, какая там у них братское взаимопонимание и взаимопомощь. Вот кто из них откажется ради Украины, от какого количества дотаций из Европейского Союза, из Брюсселя? Мне непонятно. Я считаю, что эти 50 миллиардов это скорее лозунг, нежели реально выделяемые средства. Я напоминаю, что Европейский Союз выделил в районе 96 миллиардов за все время конфликта. 47, если мне не изменяет память, это финансовая и бюджетная поддержка, 30, это военная помощь, 18 миллиардов якобы потратили на украинских беженцев. Я напомню такую вещь, что Европа это, наверное, один из самых коррумпированных институтов, Европейский Союз, Европейская Комиссия, чего только стоит закупка там вакцин Pfizer, Ursula von der Leyen без соблюдения вообще каких-то процедур и так далее, на 70 миллиардов евро и так далее. Ну, об этом мало говорят, не модно, не в нарративах. Об этом пытались говорить, но как-то очень быстро тему замяли. Да, ну, умеют они, в этом плане надо отдать им должное, нам у них учиться и учиться, учиться и учиться, и этому стоит у них учиться, потому что, если ты не учитываешь сильные стороны своего противника, ты обречен на поражение, учиться надо, это неплохо, я как раз в этом плане очень, поэтому я не вижу в этих 50 миллиардов ничего, насколько они помогут продолжать Украине воевать с Россией ради интересов Запада, я думаю, вопрос закрыт по этому вооруженному противостоянию, уже закрыт, меня часто спрашивают, чем это закончится, я думаю, суть вопроса такой, да, Юрий, чем это и когда, чем и когда. Ну, это то, что, это вопрос, который задают все обычные люди всегда, когда такое происходит, ну, потому что, ну, то, что происходит, это противоестественно, это противоречит человеческой природе, так не должно быть, мы, тем более, в природе людей, которые жили в одном государстве, росли на одних песнях, книгах, ходили в одну школу, одной верой, на секундочку, и тут столько всего одного, да, и то, что сейчас происходит, ну, это, ладно. Я, как бы, вначале сказал, давайте я побуду адвокатом украинцев, простых, а сейчас я стану их врагом, потому что я еще полтора года назад говорил в интервью, причем украинским ребятам, что вы закончите очень плохо, вы закончите Украину в границах 1922 года, минус Харьков, плюс Западная Украина, это означает, что ни Одесса, ни Николаева, ни Харькова в составе того, что останется от Украины, не будет. Я думаю, что это разговор не лет, это разговор месяцев, я думаю, что в третьем, четвертом квартале 1924 года начнутся уже как минимум контакты группы по выработке условий и правил ведения переговоров по завершению этого противостояния. Дело в том, что у Запада больше нет ни ресурсов, ни... Запад потерял цель этого конфликта. Давайте вспомним, Юрий, в чем была суть? Суть была, британцы пытались реализовать проект «Между морей» версии 2.0 Пелсуцкого, да? И тут вы, как белорус, меня поймете очень хорошо, потому что Белоруссия часть этого проекта. Да, но только без нас этот проект не работает. Абсолютно. А мы не захотели. Я со всем уважением. Я правда, я очень нежно отношусь к Белоруссии, я бываю в Белоруссии, я люблю Минск, я люблю белорусов, мне с ними так легко, правда. Вот все-таки, что такое ментальное единство, понимаете, когда не нужно перестраиваться на понимание друг друга, когда говоришь, мало того, что на одном языке говоришь, еще и одними ценностями, понятиями и смыслами говоришь, одними. Так вот, для меня Белоруссия это, конечно, отдельная история, которая испортила карты в 20-м году, когда, по сути, все же думали, что это про европейскую интеграцию в Белоруссии, они не понимали, что это просто реализация британского проекта идеологом, который был Пилсуцкий, да, Междуморье версии 2.0, и поэтому, когда Александр Григорьевич с автоматом Калашникова в руках был, и что критиковалось всеми, да, а я как раз показал им, меня спросили, противниками критиковалось, да. Я закончу, я закончу, интересную вещь, мне когда, противниками, да, я подтверждаю, мне спрашивали, ты представляешь, на что он пошел, я доставал книгу, которая написана идеологом западного теории власти Маккиавелли, государя называется, и показывал им, я говорю, смотрите, то, что творит Лукашенко, да, президент Белоруссии, описано еще в 15-16 веке Маккиавелли, а там написано, что только тот правитель, который готов защищать свою власть ценой собственной жизни, имеет право быть уважаемым и любим своим народом, точка. Он показал, что он готов, в отличие от всех остальных, и он разрушил британцев. Сейчас Белоруссия перестала быть интересной, поскольку у вас появились ОТРК Искандер, и если мы посмотрим, как только они поступили или заступили на боевое дежурство, Белоруссия исчезла с передовиц, как интересный объект для обсуждения, потому что с Искандерами никто разговаривать не будет. Теперь идем дальше. По поводу Украины. С Белоруссией все понятно. По поводу Украины было две вещи. Первое, они были уверены, что спровоцировав этот конфликт, они расшатают ситуацию в России изнутри. И это было, давайте, мы можем сегодня точно сказать ноль. Ничего. Наоборот. они смогли разбудить и консолидировать. Эффект был намного страшнее для Запада. Как многие говорят в России, что всего вот этого, если бы даже этого не случилось, то нужно было обязательно придумать. Потому как Россия меняется на глазах, общество меняется, система управления меняется, все меняется. И второе, есть три вещи. Вторая вещь, это только-только абсолютно глупый человек может мечтать о нанесении поражения России на поле боя. Ну, правда. Который просто не то, что не знает, а не понимает, о чем идет речь. И третий, на мой взгляд, кстати, в подтверждении вашего тезиса, что это надо было придумать, в России происходит самые страшные для коллективного Запада процессы. С 24 февраля 2022 года там началось формирование национальных элит, а не правящего класса. И вот формирование национальных имперских элит, это то самое страшное, что практически рушит все, даже самые скромные планы Запада в отношении одной шестой части суши. Поэтому дальнейшее продолжение этой войны, во-первых, сверхдорого для Запада, во-вторых, я напоминаю то, о чем почему-то прошла новость, как Локет Мартин, Ратион стали отказываться от уже выигранных контрактов в результате инфляции, поскольку они требуют резкого роста сумм контрактов. О чем это говорит? О том, что практически выделение какого-то вооружения даже со складов, в то время, как ВПК отказывается производить новое, оно невозможно. Все это нас приводит к одному простому выводу. этому конфликту жить 6-9 месяцев. Все. Дальше его нужно закрывать. Потому что он больше. А вот дальше начнется самое страшное. Дело в том, что окончание конфликта это еще большая угроза для Европы как таковой. Потому что 500-700 тысяч мужиков, умеющих убивать и уже убивавших, которые вернутся с ПТРС по официальной информации украинских политологов. Более 20% из них потеряли свои семьи, которые выехали. Извините за простую вещь, ребята, банальщина. Но когда мы говорим о сотне тысяч мужиков, обозленных на весь мир, владеющих боевым опытом, это уже страшная сила на самом деле. У которых на руках огромное количество, несчетное количество стрелкового и другого оружия, где есть боевая слаженность, и вот эти люди вернутся. Дальше что с ними делать? Хорошо, будет передел сверхвлияния, но там сколько останется от той Украины по Днепру, грубо говоря? Ну, на три месяца. А дальше куда они попрут? Ладно, Белоруссия, Россия свои границы закроют. А куда они пойдут дальше? А это Румыния, Молдова, Польша. Мы еще с вами увидим, как польские братья будут расстреливать украинских братьев. На голубом глазу. Я говорил об этом еще 10-11 месяцев назад, в начале 23-го года. Я говорю, ребята, помните вот этот визидуды в Лемберг, во Львов, как его там приветствовали, до экстаза не выходили. Я говорю, мало кто, мы, к сожалению, одной из главных политических традиций поляков, во мне есть польская кровь, чтобы меня в каком-то неуважении к польскому народу, но это их культурная политическая традиция, переобувание в воздухе. Мы еще с вами увидим, как Польша будет чуть ли не самой русофильской страной восточной Европы. Мы еще с вами это будем видеть. Совершенно не исключаю. Я вам больше скажу, что почти вся восточная Европа, скорее всего, точно так же переобуется и будет просто для кого-то это будет неожиданность. Но на самом деле у них, если так, но опять же субъективно возможно моя точка зрения, но вариантов не так много. даже в ближайшем уже будущем, не говоря уже о каких-то далеких планах. Спасибо вам огромное, Сергей, за этот разговор. Вам спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok